Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня новый день, новый влог дачный. Сегодня у нас суббота, 13 число. Я купила лук на посадку. Он у меня здесь в пакете, вот в таком текстильном хлопковом. И я его хочу сегодня посадить. Но посадить я его хочу сначала замочить. Прочитала, что нужно замочить его в фитоспорине на 2 часа. То есть в воде он полежит 2 часа с добавлением немножко фитоспорина. Сейчас вот я все это сделаю. Принесла в гараж, уже было увезено всякие контейнерочки такие новые. Это уже не для еды, а для посадок такие. Значит, сейчас я сюда разведу этот фитоспорин. Разложу лук, он у меня будет замачиваться. Я определю какую-то грядку и сегодня я точно хочу уже посадить. Все, замочила я лук в фитоспорине. Пару часиков у меня тут постоит. Не знаю, много-немного. Хочу вот этот лук не на зелень, а именно чтобы он на зиму был. Получится, не получится, не знаю. Вот зеленушка пойдет, я ее трогать не буду. А на зелень мне нужно докупить. Куплю сегодня лук, завтра посажу тот, который сейчас на салатики у нас пойдет. Здесь я хочу сделать цветочницу. Вот с левой стороны, около парника, с левой стороны, вот где бочки. Муж мне уже сколотил сюда цветочницу. Наверное, гладиолусы посажу. Я сейчас посмотрю, какие тут цветочки лучше посадить. Сейчас я пойду ее обработаю антисептиком. И мы будем устанавливать, когда она высохнет. И я хочу посадить. Уже у меня все цветы подготовлены. Делаем мы из материалов, которые у нас есть. Вот была доска, чуть-чуть кривенькая, но делаем из того, что имеется. Ничего не покупаем, не докупаем. Вот мы перебираем. Тут что-то на выброс, что-то цветочницы. Значит, сейчас я буду обрабатывать антисептиком, как и свои грядки. Высохнет, будем устанавливать. У меня тут накопилось очень много семян. Хочу посеять сейчас перед морковью, хочу посеять редиску. Написано, что она быстро 18 дней. Тут где-то 3 недели написано. Вот купила такое приспособление в магазине для посада. Конус пластиковый. Вот такие рядочки делать и так удобно. И ручка такая удобная. В общем, прелесть. В ленте купила. Везде, наверное, продается такой конус. Такой чудесный. Сейчас я этим конусом сделаю рядочки себе. Вообще редис у меня разный. Так, это морковь. Вот я уже отложила там какие-то. Его же в несколько этапов. Не сразу, раз он так быстро. Значит, вот сначала буду сажать. Я даже подписывать не буду. Здесь вот у меня такой пакетик. Редис 18 дней. Я разный посажу немножко. А потом вот такой какой-то я покупала. Редис жара. 3-3,5 недели. И вот такой. Краснодарский какой-то. Мякоть нежная, сочная. Здесь как раз таки вот написано. Значит, схема посадки 3 на 15-20. Глубина 2-3. 28. Средний спелый. Средний спелый, да? Другой посадить. Вот заря есть. Ранний спелый. Вот этот тогда посажу, посмотрю. А так у меня вообще еще вот такой кармелита есть. Средний спелый. Ну, средний тогда попозже. Вот у меня разные куплены. Значит, вот эти я сейчас сорта посажу. В принципе, мне без разницы я подписывать не буду. Мне главное, чтобы выросло все. Вырастет, я думаю, обязательно. Хочу показать, как я сею редис. Я это делаю в первый раз. Значит, я выбрала грядку. Вот так как редис это будет культура, которая, ну, вот, для салатика я сразу с краю. Например, то, что позже, там морковь, лук на зимний такой вот. Это подальше, чтобы туда не ходить. А то, что вот пришел быстренько салатик, зеленушку взял, я с краю. Значит, выбрала я вот такую грядку свою небольшую. Взяла свой конус и сделала рядочки. Получилось у меня 6. Есть 6 рядочков, как и написано. 15-20 сантиметров между рядами и сей 3 сантиметра. В общем, и мне повезло, у меня оказалось 6 сортов. Вот я хотела 3, а потом подумала, попробую-ка я все 6. Что быстрее вырастет, что вкуснее. Значит, я вот так вот семена разложила. Они такими маленькими горошками. Кто никогда не видел, как выглядит. Значит, вот. Видите, такая красненькая внутри. Они такие бежевые. Семечки маленькие. Вот они. И я расставила. Я сейчас подпишу, я таблички ставить не буду. Я себе там сделаю схему в блокноте. И вот, значит, у меня вот редисы разные сорта. Одни побыстрее, которые ранее спелые. А в конце, по-моему, два последних сорта. Краснодарский и кармелита. Вроде там они средний спел. В общем, я как раз таки посмотрю. Значит, я сейчас все это выравниваю, закапываю и буду поливать. Вот отчет у меня будет. Написано через 18-25 дней, что ли. Тут уже можно делать салатики будет. Редис я посадила лук. У меня пока тут сивок замачивается в фитоспорине. Я хочу замочить семена свеклы. Я посмотрела в интернете, что немножко лучше замочить. Значит, замачивать буду в теплой воде. Я сейчас чуть-чуть добавлю сюда золы. Сейчас я принесу. Свекла у меня самая обычная. По-моему, 3 рубля она стоила вот такая. Значит, у меня здесь... Я всю замочу. Пусть вся растет. Значит, одна вот Бордон 237. И три пакетика Детройт. Вот такая. Вот в Леруа покупала 3 рубля до 26-го года. Все в порядке. Это какой-то другой сорт. Здесь написано 100-110 дней до спелости. Темно-красный. А здесь 62-116. Средний ранний. А это холдостойкий среднеспелый. В общем, отдельно рядочек сделаю. Я сейчас посмотрю, что там внутри. Я, кстати, смотрела. Забыла уже. Вот так выглядит свекла. Наверное, мне разные эти плошки нужны. Раз я хочу. Да, наверное, я отдельно сейчас их замочу, чтобы сорта посмотреть. В общем, вот так выглядит. Замочила. Мне, знаете, показалось, что вот Бордо, которое написано 237. Она какая-то как будто бы покрупнее. В общем, я отдельно. Ну, я сделала все четыре пакетика. Свеклу мы очень любим. Она вкусная, полезная. И, ну, посажу в какую-то отдельную гряду здесь. Место есть. Поэтому, значит, я сейчас хочу накрыть пакетиком и поставить в парник. Там тепленько. Ну, и занесла в парник. Вы знаете, так здесь прям очень тепло. Очень тепло. Я надеюсь, что земля будет прогреваться. Вот пока она горячая. Но вот вчера вечером мы уезжали около 9 вечера. Несмотря на то, что днем было до 22, наверное, 21-22, здесь так же было. Но под вечер как-то остыло. Земля была холодная, трогала. Все. Значит, я накрыла, но не полностью, чтобы воздух проходил. Чтобы не задохнуться. Вот, все. Буду ждать, когда они прорастут. Потом буду высаживать. А сейчас я хочу луком заняться. Я сейчас определю, где я его буду. Этот лук я хочу вот, который не есть, а который в зиму, чтобы хочу его вырастить на большие луковицы. Поэтому мне нужно куда-то посадить, где меньше я буду ходить, чтобы не беспокоить. С краю буду сажать то, что моя зелень какая-то, редиска. А это вот подальше. Здесь у меня редис. Я еще побольше полила. Земля очень сухая. Здесь вот с краю посадила лук. Хорошо тоже полила. Но он у меня остался. Сейчас я еще в другое место буду высаживать. Может быть, на зелень. Может быть, так же. Можно вот здесь вот рядышком. Такая небольшая как раз таки хватит. Ну, а пока я посадками занимаюсь, муж у меня тут придумал штучки такие. Мы тоже вчера обсуждали. Что будет красиво, если сделать вот такие для кустов. Сейчас я покажу. Их нужно еще будет обрабатывать. У нас закончился антисептик. Значит, мы покосили. У нас здесь черная смородина. Такая красивая, такая пышная. Она подрастает уже. И мы решили сделать вот такие штучки. Ну, рамочки такие, бомбочки из досок. Муж сам сколачивает, размер вымеряет. Ну, не просто так вот будут. Вот рамочка такая. Но будет очень красиво. Здесь еще не обработана. Просто она такая, как образец. Но вообще мы купим антисептик, обработаем. Сегодня вечером купим антисептик. Завтра приедем, обработаем. Они высохнут. И все вот так вот установим. Будет такая красота. Такие рамочки. И никто не наступит. И видно их будет очень-очень красиво. Здесь вот муж еще для кедра сделал. Такой вот побольше. А то он у нас маленький такой кедр. На него, правда, можно наступить. И здесь, кстати, вот мы заметили, что вот эти как штучки такие сверху. В том году этого не было. Наверное, он начал расти. Вот он такой маленький-маленький. Но очень медленно растет. Очень медленно. Вот этих не было в том году. Я не помню. Вот такая вот рамочка. Рамочка тоже такая беленькая. Можно рамки самим не колотить. Можно взять вот такие деревянные ящики из-под фруктов, овощей. Вот дно выбить. И будет очень такая же красивая штучка. Просто у нас их нет. Вот один такой ящик мы случайно нашли. Я дно убрала. Видите, как красиво тоже. Либо краской покрасить, либо септиком, чтобы не портилось. Тоже вокруг кустов, вокруг деревьев можно так сделать. Будет красиво. Это у нас вот этот материал, который мы крышу отделали. Тоже смотрели. Можно, если что, нарезать. У нас есть один кусок. Но вот это мне нравится из дерева. Ну, а пока я занимаюсь тут посадками, все-таки муж доколотил вот эти штучки и говорит, давай сейчас строительные съезжу. Съездил в строительный магазин. Значит, купил он обрабатывать. Я сейчас буду. Еще купил кое-что. Значит, у нас есть вот такой кубик. Мы его вчера уже заполнили водой. Вода здесь прогревается. Она уже, наверное, прогрелась, потому что в бочках она теплая. Как пользоваться? Значит, либо кран. Значит, чтобы воспользоваться краном, например, как-то подсоединять, его нужно этот кубик высоко поднимать. Но у нас все будет по-другому. Мне не нужен кран, потому что я не хочу таскать вручную. Для этого кубик мы оставили, как есть на поддонах. Значит, вот эта крышка открывается. Мы купили насос. Заказывали, по-моему, на зоне. Нет, все инструменты, по-моему, заказывали насос. Насос туда опускается. Мы купили шланг, который растягивается для огорода от 15 до 30 метров. Купили все соединители. Муж как раз сейчас докупил все соединители. И прилагался к шлангу вот этот пистолет, который, в общем, ходить огород поливать. Мы сейчас будем тестировать. Я вам покажу. Вот так выглядит насос. Покупали мы его за 1300. Но он прямо сейчас же подорожал. Мы его только что купили. Уже смотрим 1700. Покупали за 1300. Он работает от сети. Сейчас мы все это опустим, подсоединим. Значит, муж тут доделывал. Видите, вот это отрезал от нашего шланга. Здесь установил хомуты. Вот это, по-моему, идет в комплекте. В общем, все он тут доделал. Смотрите, идет веревка. Опускать его нужно. А вот этот, по-моему, 690 рублей. Он из 15 превращается в 30. Это для того, чтобы мне огород поливать. Вот эта лейка, она уже шла в комплекте. Здесь 7 режимов. Будем все это тестировать, проверять. Он длинный, он хороший. Ну, вот типа как в светофоре продается. Да, такой шланг. Значит, будем сейчас все тестировать. И не придется мне с лейкой бегать и поливать огород. Потому что в прошлом году это тяжело было таскать. Хоть лейки у меня и маленькие, и средние, и большие. Набегаешься в этом году и в парнике можно за счет этой системы поливать. И все грядки. В общем, прям какое-то чудо. Можно даже хоть газон. Я посеяла зелень. Хочу показать. Сейчас буду закапывать. Сразу у входа. Значит, там у меня, которые две палиты, это лук на зиму, если у меня получится. А потом немножко лука осталось. Я его вот сюда на зелень посеяла. Почаще. А так как, ну, вон же луковички не будут. Только две перышки. Значит, дальше у меня здесь два рядочка после лука укроп. Потом у меня тут петрушка разная. И салат два вида. Вот, много не села. Потом, если что, ну, не сразу, не за один раз можно в течение всего теплого периода тут подсевать. И зелень будет обновляться. Я сейчас вот закопаю, полью. И все, буду ждать всходов. Ну, а я сейчас после посадки начну красить антисептиком. Вот, обрабатывать. Он с цветом. По-моему, палисанд цвет называется. Посмотрим. Темный, не темный. Был всего в ближайшем строительном один вид всего. Покажу, какой септик купили первый раз. Эта кабанка называется «Любимая дача». Это защитное покрытие для древесины «Любимая дача». Здесь объем 2,7 литра. Вот, открыли такой цвет. Называется палисандр. Темный, не темный, не знаю. Был всего один. У нас выбора не был. Нам нужно срочно было антисептиком покрывать. Значит, мы сейчас размешаем. То ли он красноватый, то ли коричневый такой. Я сейчас сделаю один ящик и покажу. Нам главное, чтобы не гнило, стояло и было защищено. Вот, я один обработала каркас. Вот этот такой красивый цвет. Так нам понравился. Прям прелесть. Вот если кому понравился палисандр. Любимая дача. Имеется запах при нанесении, но за счет этого все равно быстренько сохнет. Цвет просто супер. Прям такой вот под дерево настоящий. С белым красиво сочетается. Однозначно прям рекомендуем цвет супер. Редко, когда можно хороший цвет подобрать. Очень красиво получается. Вот такой цвет шикарный под дерево. Чуть-чуть вот так вот выровнять их. Значит, мы хотим вот под каждый. Ну, муж уже сделал вот под эти. Под черную смородину. Такая красота. Мы еще хотим под деревья так сделать. Под деревья они побольше. Вот эти, по-моему, 40 на 40. А под деревья мы померили 50 на 50. Чтобы все в одном стиле было. Очень красиво смотрится. Вот такой вариант. Либо самостоятельно, либо, как я сказала, вот эти ящики деревянные. Из-под овощи, фрукты. Дно отколотить. Я их прям руками сняла. Они на тонких гвоздик. Вот у меня один такой. Он тоже подойдет. Главное вот обработать антисептиком. Какой-то цвет придать. Можно в цвете сделать. Хоть в красном, хоть в желтом, хоть в зеленом. Очень красиво, правда. Вот мы доделаем и покажу. Видите, какая красота. И сразу видно. А то у нас тут и не кошена была трава, а подросла. Теперь вот все покосили. Кстати, я заметила, здесь уже цветение начинается. Вот у черной смородины. Какие листочки. Ой, свеженький. Нарвать для чая. Зеленый чай с листочками смородины. Так, тут мои посадочки. Жду, когда у меня картофель прораздет. Картофель пора сажать. Красота.